То есть он хочет спать не дома. Он хочет спать на крыльце, там у него березы над ним, вот у него там покошенное поле рядом и так далее. И он хочет спать на крыльце, пускай меня накроет туманом, говорит. Это не безумие? Видите, он с любовью поет, радостный такой. Это значит, что ему это не страшно. Он находится с этой энергией в сильной гармонии, и это значит, что она его вылечит. В этот момент получает гораздо лучше, чем просто ультрафиолетовые лучи там, или там еще что-нибудь тебе придумали, там парокамера какая-нибудь. Зачем это все надо? Есть же все естественное. Просто поверь в эту силу природы, обрадуйся и полюби ее. Я так вот в проруби пробовал купаться. Когда в эту силу веришь, то туда просто летишь, в эту прорубь. Выныриваешь, обжигает эта ледяная вода, просто она все скручивает внутри, а радостно. И нет чувства, и никогда не заболеваешь, не было такого, чтобы я заболел. Невозможно. Почему? Потому что есть гармония. Болезнь означает без гармонии. Другой пример приведу. Вот есть такой способ лечить хронические заболевания. Человек просто неподвижно стоит на службе, допустим, на религиозном, да? И первая стадия у него затекает все тело. Вторая стадия – жар в теле появляется. Третья стадия – мурашки. Четвертая – легкость. Когда легкость наступает в теле, хронические болезни побеждаются. Но если человек на стадии затекания всего тела испугался, то у него ничего хорошего от этого не будет. Надо менять положение тела. Почему человек пугается? Потому что без гармонии с телом. Вот это четыре стадии – естественная победа над болезнями. Человек в неподвижном положении тела может все болезни побеждать просто. Но для этого ему надо с помощью какой-то энергии Бога, опуская энергию в себя, принимая вот это состояние тела неподвижное, постепенно дойти до стадии легкости. Как только человек доходит, все, он выздоравливает. Я так лечусь очень часто. Я сажусь неподвижно и жду, когда эти стадии пройдут и побеждаю в болезни усердных. Почему? Потому что есть вера, контакт с телом есть. Я знаю, как тело работает. Не боюсь, что там что-то щелкнет, хрустнет и так далее. Почему? Потому что есть контакт, понимание. Но если человек неопытный, допустим, он может так неподвижно в положении находиться, испугается, а у него, допустим, гипертоническая болезнь, у него может быть инсульт в это время. Поэтому, если нет контакта, поэтому нужно аккуратно к этому подходить, постепенно увеличивая свою возможность контактировать со своим телом, постепенно увеличивать возможность контактировать с водой, постепенно возможность увеличиваться, контактировать с воздухом, контактировать с окружающей природой. И это называется отношение к самому себе. И это отношение называется вера. Что я смогу, понимаете? Эта вера, она когда культивируется в нашем обществе, не надо лечить людей. Они как поют? С верой они поют. С верой. Что они знают? Ну-ка солнце, он говорит, ярче брызни. Сейчас как говорят? Ты, говорит, да, слышь, додел головной убор, когда пошел. Говорит, ну-ка солнце ярче брызни, золотыми лучами обжигай. Эй, товарищ, больше жизни. Перестань бояться солнца, воду, землю, лес. Перестань бояться холода, ты живешь в Сибири. Люби то, что тебе Бог дал. Это дает здоровье. И так мы с вами обсудили всего лишь первый аспект отношений с самим собой. Если человек это понимает, как быть здоровым, ему не надо там таблетки килограммами глотать. Ему надо просто тело свое в активности держать. Для мужчин по-мужски, для женщин по-женски. Женская активность тела становится возможной, если это происходит в атмосфере любви. Например, женщина, если она куда-то бежит, она должна бежать нежно. Она должна бежать с музыкой, под музыку. Или Настику какую-то под музыку делать. Она должна танцевать. Это ее движение, дающее здоровье. Потому что она должна жить в атмосфере любви. А мужчина должен все делать с желанием победы. С усилием внутренним. То есть, если он бежит, значит, он бежит столько, сколько он себе сказал. Ну, то есть, когда мужчина по-мужски делает все, женщина по-женски, но движение означает здоровье. Человеку нет контакта с природой, нет движения в теле, здоровья нет. Все, шансов нет у здоровья. Каждый день человек должен двигаться. Зарядки. Каждый послойный. Каждый уходит свое. Есть люди такие, как бы основательные по природе, обычно руководители. Такие, ну, которые, как бы, сказал, делал. Вот. Этим людям, мужчинам, допустим, надо заниматься тяжелой треткой. Качать гири, допустим, там, борьба, там, такое вот. Есть люди, которые, ну, допустим, они занимаются такой деятельностью, которая требует очень времени, долгой терпения. Такие люди должны статические упражнения делать. А есть люди, которые долго, неподвижно сидят на одном месте. Им надо заниматься динамическими упражнениями для того, чтобы выжить в этом мире. Следующая тема в отношении с самим собой мы переходим от тела к психике, да? Это божественная энергия. Божественная энергия. И чтобы понять, как она действует, нужно в нее поверить. Поверить. Для того, чтобы в нее поверить, также очень важно слушать голос тех, кто верит. Давайте послушаем. Поверить. 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 песню, которая прямо раскрывает формулу, как относиться к своей психике, к чужим психикам. Прям формула прозвучит в этой песне. Ой, что-то мне так одиноко, меня никто не любит, никто не уважает. Пойду я на болото, на нем все же понятно. Вот. Чтобы счастливым быть в любые дни, в свою любовь речь мы так с тобой должны, чтобы не только нас с тобой вдвоем или меня одного, чтобы грело всех о нас своим теплом, своей любовью мир весь обними, чтобы счастливым быть в любые дни. А я не знаю, кого обнимать, я вообще, у меня никого нет. Я одна. Хорошо, действуйте постепенно. Сначала возьмите в своем подъезде поставки цветочки. Напишите на своей двери «Я желаю всем счастья». Начните с этого. Начните с простых вещей, улыбайтесь на улице всем. Хотя это кажется некультурно. Вот в современной обществе, допустим, если кто-то напекнулся на улице, все улыбаются, это культурно. А если вы, допустим, встанете в автобусе и будете повторять «Я желаю всем счастья», вас заберут в психушку. Если вы, может, не гнетесь там, в автобусе, никто ничего не скажет, нормально. Сама атмосфера общества еще не означает, что мы должны этому подчиниться. То есть надо понять, что иногда в обществе правильная атмосфера возникает, а иногда неправильная. То есть мы должны подчиняться тому, что подает победу на цизгоне. И с точки зрения работы психики надо знать, что это тоже божественная энергия, как и природа. И в нее надо верить. Человек должен верить другим людям, учиться. Означает делать что-то для них хорошее. Сейчас объясню. Я к своему наставнику много лет назад подошел и говорю, вот у меня есть один человек, он тоже как бы думает о различных вещах, но проблема есть одна в отношениях с этим человеком, я что-то его не люблю. И он, по-моему, тоже так же взаимно меня не любит. Он посмотрел на меня и говорит, сделай что-нибудь для него хорошее. Просто сделай. Я говорю, ну как я могу сделать, если я его не люблю? Он говорит, а просто вот возьми и пересильь себя и сделай что-то для него хорошее. Заставь себя это сделать. С радостью сделай что-то для него хорошее. И он, я говорю, что полюблю? Он говорит, сто процентов. Ну, надо проверить. Я беру ему, делаю хорошее. И смотрю, бац, он, ну как бы он не сильно верит, что это не подвох. Ну, как-то раз он улыбается. У него улыбка такая добрая. И я заметил в нем то, что потом нас связало. Понимаете, когда люди не любят друг друга, они явно или тайно скрывают друг от друга то, что их связывает. У каждого человека внутри есть такая-такая штука. У кого-то доброта, у кого-то простота, у кого-то, допустим, честность, у кого-то решимость, у кого-то застенчивость. Вот как у этой девушки. Застенчивость связывает. Это качество души. То есть у каждого человека есть какие-то вещи внутри, которые вызывают счастье. У каждого человека. Нет таких людей, чтобы такого не было. И цель нашей жизни заключается в том, что если мы не видим этого в человеке, надо научиться видеть. Что-то делать для него хорошее, чтобы увидеть. И надо прилагать решимость в этом случае. Если ты не прилагаешь, значит, тогда дистанция будет увеличиваться. Своей любовью мир весь обними, чтобы счастливым быть в любые дни. Хорошее время у тебя в жизни или плохое? Чем хуже время, тем больше обнимай весь мир, потому что иначе ты не сможешь быть счастливым. Потому что когда ты что-то делаешь хорошее, то среда, вот эта вот человеческая среда, показывает тебе свою чистоту. Она показывает, насколько она глубокая, чистая и светлая. И тогда тебе становится легче жить сразу. Ты запоминаешь это на всю жизнь. Что такое любовь? Вот смотрите. Своей любовью мир весь обними. Любовь означает простая вещь. Вот, допустим, мама родила ребенка. Когда ребенок рождается только, его судьба еще не начинает действовать, и через него не идет та сила, которая отпугивает людей. Мы вот все смотрим на детей. Вот я, допустим, летел в самолете сюда в Омск, из Москвы, ночью. Самый любимый мой перелет. Вот, спать невозможно. Сидишь там, не знаешь, что делать вообще. Ради вас, Татьяна. Лечу ты ночью. И я летел, не знаю уже, что делать. И там маленький ребенок. Вот рядом со мной, вот спереди, сидела женщина с маленьким ребенком. И она с ребенком ходила туда-сюда, потому что, если она не ходила, начинала орать на весь самолет. А когда она ходила, он такой радостный, такой ребенок, девочка маленькая. Она ходила и нравилось ходить среди всех, показывать себя, всем улыбаться. И вот, когда я на нее смотрю, я все, есть чем заняться. Потому что от нее исходит такая чистота, такая вот красота, такая любовь и так далее. И я постоянно смотрю на нее, радуюсь. То мама такая на меня посмотрела, подходит ко мне такая. Вы Тарсунов? Это другая тема уже. Не важно. И я к чему говорю? К тому, что у детей, у маленьких детей, у них сердце открыто для всех. Там нет судьбы, энергии судьба еще не начала действовать, потому ребенок маленький, он выдает в себе все самое чистое и светлое, что в нем есть, особенно своим родителям, потому что они, естественно, служат ему, со всей силы, как бы стараются заботиться о нем. И ребенок, он отдает своим родителям все самое чистое и светлое. Когда человек видит это чистое и светлое, он не может дальше отказаться от любви. Это невозможно. Точно так же, естественно, когда между мужчиной и женщиной возникает гармония, то есть возникает вот эта незримая нить, связь, гармония, то в результате самое чистое и светлое открывается. Мужчине он смотрит на девушку, видит в ней чистоту, или она смотрит на него и видит в нем чистоту тоже и красоту. В этот момент люди переполняются счастьем. Они чувствуют радость, потому что они вот эту чистоту друг в друге увидели. Это и называется любовь, увидеть чистоту. Но некоторые говорят, Олег Геннадьевич, это редко. Редко, чтобы вот так вот раз, и чистота. А я уже одна давно. Ну, и как бы вариантов никаких чистоты нет. Вот это вот, что мне делать? Такие мне вопросы часто задают. Вот, я объясняю, что не надо вот ничего ждать. Просто вы по-женски служите всем своей любовью. Просто вот дарите свою женскую любовь, заботитесь обо всех вокруг. И сами своим служением открывайте людей, сердца людей. Открывайте, открывайте, открывайте. И тогда вас заметят, вот вашу чистоту заметят, а потом вы заметите чистоту того, кто вас заметил. И так наступят отношения. Если судьба не дает отношения сама, победите судьбу с помощью служения людям, по-женски. И некоторые меня слышат, о чем я говорю, а некоторые нет. Потому что у них нет веры в это. Она думает, ну как я пойду, что я буду делать? Вот у меня у жены, допустим, не возникает вопроса, что делать, когда она видит соседей. Потому что у нее есть вера. Она берет, печет пирожки. В Москве мы жили, звонит в квартиру соседскую, не знает вообще людей. Ноль. Дает пирожки им. Соседка открывает такая. Если сосед открывает, она говорит, подзовите свою жену. Она зовет, говорит, к тебе пришли. И та выходит такая, в чем дело? Вот. Моя жена говорит, я вот пирожки испокла, и не пойму, вот правильно я положила вот эту специю или нет. Попробуйте, пожалуйста. Как женщине. Ну та сразу-таки с деловым видом такая. Надо добавить вот этого. Закрывает дверь, короче. Через полчаса опять звонок. А сейчас? А вот теперь нормально. И как бы, и она говорит, это для вас. Проходит полгода. Проходит полгода. Никаких дальше отношений, ничего. я выхожу на работу, сосед выходит на работу. Я выхожу на работу, и сосед мне хитро улыбается. Хитро, по-доброму улыбается. Почему? Почему он вспомнил пирожки? Это называется отношения. Надо так делать. Смело просто идем. И женщины должны этим заниматься. Мужчины не будут звонить соседу. Типа, я пирожки испек. Женщины и мужчины не должны знакомиться. Это не их природа. Страшно, потому что, чего он звонит ко мне? Мужчина звонит с соседней квартиры. Страшно, может, какие пирожки там? Я не знаю, никаких пирожков. А женщины должны так себя вести. Они должны создавать отношения. Это их природа. И мужчины тоже должны служить по-своему, по-мужски. Взял там на площадке что-нибудь отремонтировал для всех. И все, сразу все уважать начали. Ну, то есть, понимаете, если ты хочешь жить в гармонии с этим миром, прилагай усилия. Нет такого, что у нас другая среда, другая культура. Понятно, что раньше там было совсем по-другому. Выйду на улицу, гляну на село. Девки гуляют, и мне весело. Сейчас девки не гуляют. Вот так на улице. Хороводы не водят. Песни не поют. А поют только, если это уже совсем тяжелый случай. Это вообще кошмар. Ну, то есть, у нас другая культура. Культура, в которой вот эта среда отношений с природой разрушается. Мы запечатываем себя в панельные дома. Питаемся пищей, которая выросла в искусственных условиях. Генно-модифицированная. И так далее. Потом удивляемся, почему столько рака возникает, раковых опухолей. Потому что мы отделяем себя от той силы, которая дает здоровье, мои хорошие. И надо прилагать огромные усилия, чтобы поменять эту ситуацию. Просто знание. Вот, допустим, есть такое растение амарант. А означает нет. Мара означает смерть. Нет смерти называется растение. Это такое растение сорняковое. Оно растет везде здесь. Вот в Омске везде, где я только не был, оно везде встречается. У него такие в виде лопухов листья. И сверху такая метелочка вырастает. Такая пушистая вот одна. И могут быть несколько по бокам. Вы видели такие растения везде. Это растение, оно не только съедобное. Оно увеличивает продолжительность жизни и лечит человека. Улучшает контакт с природой. Или лебеда, похожая тоже растение. Два растения такие. Сажайте на подоконники. Вот это амарант. Семечки прям берете вот эти вот. Ну, в интернет найдите, как выглядят, поймете. Берете семечки, просто они маленькие, зернышки такие. Здесь везде эти растения сейчас дают семена. Берете на себе на подоконники, сажаете. И вот этот лопух, вот этот сорняк, который мы все косим, он такой раз, вырастает. Очень быстро начинает расти, вырастает. Обрезаете, вот себе посадите вот такую штуку. Все это выросло, таких сорняков. Вы это все срезаете, кладете на сковородку, заливаете водой и тушите. Добавляете масло. И когда это все стушится, получаются такие листья тушеные. Кушайте. Очень вкусно. Вот такая, как шпинат тушеный, еще вкуснее. Очень вкусно, дает здоровье, силу. И самое главное, что это естественная пища, понимаете, она живая. Нужно больше кушать зелени, потому что зелень, это пища, дающая здоровье. Есть разная пища, например, калории и способность думать дает хлеб. Фрукты дают оптимизм человеку. Допустим, овощи, которые растут под землей, дают человеку иммунитет сильный и способность преодолевать трудности, корни. А зелень, листва гармонизируют все в нашем организме. Поэтому, если человек болит, ему надо просто больше есть зелени. Надо этот амарант есть и свежим в салат, или, допустим, ну, я почему говорю амарант, потому что вы можете, допустим, листья покупать в магазине. Шпинат, лист салата, лист шпината, лист петрушки, лист укропа. Но там есть вариант, что это все вылечено с химией и в искусственных условиях. Это означает, что вы цель здоровья же была, а цель не достигается. А если вы просто сами в унавоженную почву садите эти семена, то у вас вырастает прямо натуральное здоровье, как вы говорите, витамины. Там здоровье дает именно зеленая вот эта масса, то есть она дает гармонию в организме, дает силу, успокаивает психику. Ну, то есть она гармонизирует все. То есть вот эта зеленая пища, она дает здоровье. Ее надо есть. Зелень не хочется? Свежую. А вы тушеную пробовали? Нет, а попробуйте. Просто у вас очень, ну, как бы организм чувствительный к свежей пищи вообще в целом. А вы попробуйте тушеную зелень, вы увидите, что хочется, нормально. Вы морскую капусту, допустим, едите? Нет? Вообще зеленый вкус не едите, вообще никакой. А вы попробуйте тушеную зеленую, вот тушеную зелень с маслом. Пробуйте. Ну, я просто вам говорю сейчас вещи, связанные со здоровьем. Просто примером. Так возвращаемся к отношениям. Почему мы говорим об отношениях и про себя? Потому что человек в себе не знает этой силы. Он не понимает себя, как психическое тело. У него нет знания. Не отвлекайтесь, смотрите на меня. я одинокая, я не могу устроиться на работу. Я не могу общаться с людьми. Меня дети не слушают и так далее. Это все отношения с собой. потому что ты не знаешь себя, как отец. Поэтому с тобой дети не общаются. некоторые люди просто не понимают в себе понятие я отец. Я отец означает, что я старший, но не злой. то есть я старший, это не означает, что я буду кричать, ругаться, как, допустим, я в аэропорт летел сюда к вам, в аэропорту сидел, и там пионерский отряд был, и там божатые молодые ребята, они такие, пойдемте туда, все, сюда, туда, сюда, быстрее, хватит тормозить. И почему они так себя ведут с детьми? Потому что они в себе взрослого не знают. Они не знают, что взрослый это такой же, как и маленький человек, просто другие отношения. Отношения тоже добрые, не злые, типа я взрослый, а должен быть злой. Нет, это отношения тоже добрые, но они другую природу имеют. Это природа, что я знаю, а ты знаешь меньше. Вот допустим, я сейчас так веду с вами себя на лекции. И на лекцию, вот знаете, у меня был такой случай, я читал лекцию в Киеве, пришли на лекцию, это был семинар для бизнесменов, и я увидел на лекции первый раз в жизни определенный тип людей, муж, жена, которые обычно ко мне на лекции не ходят. я сейчас объясню, что это за тип людей, я увидел, я чувствую людей. Я читал лекции, удивлялся, как они вообще могут сидеть и слушать меня. Это мне было удивительно, но все равно вел себя как старший, потому что если бы я лекцию пришел, читал вот так, здравствуйте, мы бы все разбежались сразу, потому что так лекции не читают. Человек, если он читает лекцию, он должен быть старшим, не потому что он такой крутой, а потому что так надо, так устроено в этом мире. И я читал лекцию как старший, потом я сразу же организатор спросил, кто эти люди? И они мне сказали, вот это вот, вот этот человек академик, он возглавляет департамент набора кадров для президента России, это Украины, а его жена доктор наук. Я такой, то есть, они очень серьезные люди. Но они слушали с удовольствием, то есть, он потом дал обратную связь, сказали, мне очень понравилась лекция, спасибо, потому что настоящий академик может быть также и учеником, он может также других слушать, это признак сильного разума, человек разумный означает, он может быть старшим, может быть младшим, у него развитая психика, он не то, что вот он всегда старше и все, может быть каким угодно, понимаете, это отношение. отношение означает, что человек способен понимать, зачем это надо. Вот некоторые люди, они противятся вообще тому, что кто-то ведет себя старшим. Например, когда мы создали вот наш медицинский центр, и я нашел наконец руководителя, это трудно как бы найти хорошего лидера, я нашел наконец такого человека, вдруг я заметил, что некоторые люди капризничают со всех сил, они не хотят признавать этого человека старшим. И когда я их спрашиваю, почему, они говорят, ну этот человек же, у него есть столько недостатков, почему он должен быть старшим? Я объясняю, ну как почему, потому что старшие, это просто такие отношения, как тебе непонятно, это просто, вот допустим, у тебя есть отец, да, он имеет право быть твоим отцом, да, у него есть недостатки, да, почему ты этому человеку не даешь таких прав, не знаю, потому что ты просто этого не понимаешь. Отношение к самому себе означает, что я не понимаю, что есть три типа людей, есть старшие, равные и младшие, если ты этого не понимаешь, ты никогда не сможешь в этом мире быть счастливым, потому что ты не видел матерей, не видел детей, не видел друзей, есть три категории людей, отцы и матери, дети и друзья, если ты этого не знаешь, значит, тогда в этом мире счастья в отношениях не будет, потому что в этом мире существует три типа движения энергии любви. Энергия любви может двигаться сверху вниз, она может двигаться снизу вверх и она может двигаться в равных отношениях. Допустим, к вам приезжал сюда Олег Сунцов, приезжал? он как-то подошел ко мне, говорит, а он сам монах и много лет преподавал в монастыре, был старше в монастыре федическом, много лет преподавал, он говорит, у меня есть желание людям давать знания, мне говорит, он так руки сложил, говорит, научите меня, пожалуйста, читать лекции людям, вообще просто широкой аудитории. но знаете, он вот так руки сложил и начал так говорить очень смиренно, когда между нами уже были давно, много лет определенные отношения, знаете какие? Он для меня много лет старший, а я для него много лет младший. И при этом он вот так раз сложил руки и я начал рассказывать ему, и он слушал меня очень смиренно, но потом, когда я опять закончил свой рассказ, и я ему начал задавать вопросы, потому что он же старше, а со старшим редко видишься, и у меня есть вопросы, потому что он старше для всех, с кем я нахожусь рядом, для всего моего коллектива, и у нас бывают какие-то трудности, там трения, и я начинаю ему задавать вопросы, потому что только старшие могут эти трения решить. он раз, все, картинка так, чик, переключатель сработал, и он начал мне рассказывать, как правильно. Его речь стала строгой, взгляд очень твердым, и он начал спокойно мне рассказывать, как надо правильно вот это все делать. и он еще потом проследил, делаю я так или нет. Чувствуете, да? Что такое развитый человек? Я вам просто рассказываю, как ведет себя развитая личность. Он повел себя два раза, буквально через пять минут по-разному совершенно, и это нормально. И так надо вообще вести себя всегда и везде, потому что, допустим, ты видишь человека, он стоит на улице, кричит, ругается, ведет себя неправильно. Что это значит? Это значит, что он младший для вас. Даже если он старик, не имеет значения. И если человек ведет себя неправильно, вы видите, что он что-то не так делает. Переключатель сделайте, переключатель. Пускай он сработает. Вот ваш маленький ребенок, допустим, набедокурил, что вы его будете бить? Или будете ненавидеть за это? Ну ладно, бить это нормально, там это личное отношение. По попе там набили, иногда нужно. Я говорю про другое. Вот это, допустим, человек на улице плохо себя ведет, и мы такие пренебрежением, не хочу видеть этого человека. Почему? Не установлены правильные отношения. Другой человек подходит к нему и говорит, слушай, ну пойдем, пойдем, все, ну зачем, не надо. И это может быть и казаться совсем чужой человек, правда? Пьяным иногда подходит, слушай, говорит, ну ты что, ну давай, все, пойдем, не надо тут буяни, пойдем, пойдем, все. Видели такую ситуацию? Заметно было? Все боятся подходить, один человек подходит, берет подмышку и тащит его куда-то. И тот не сопротивляется, идет, что-то там восклицает. Заметная ситуация? Почему? Потому что он повел его как с ним себя, как со своим ребенком. Он вошел в правильное отношение. Эта энергия любви начала течь и в результате этот человек агрессивно настроен, его расслабило, потому что энергия любви всех расслабляет. Но если ты не хочешь принимать отношение старшего к нему, или, допустим, приведу пример. Допустим, ваш отец совершил очень плохой поступок и он находится в серьезной проблеме, критической ситуации. Вы должны подойти к нему и очень строго и по-доброму начать вести себя как старший и сказать ему как правильно. Это будет революционно, но это будет правильно, потому что другого выхода нет. если вы будете закрывать глаза неправильно, а если вы как сын будете делать ему замечания, это будет подщечина. И причем не обязательно вам как старшему к нему подходить со своей позиции. Можете прийти к нему и сказать у меня есть наставник и он считает, что, пап, так делать нельзя. Пожалуйста, услышь его. Но вы это будете говорить как старший уже от лица своего наставника. Своим отец никогда нас не воспримет как старший. Нужны основания. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Я говорю об отношении к самому себе. Если я не могу себя вести в этих трех ролях, то тогда не будет отношений с этим миром. Вот, допустим, я не могу выйти замуж. Это какой тип отношений? Старший, младший, младший, старший или равные? Я не могу замуж выйти. Это значит, что у меня отношения с равными. Дружбы, как у женщины, достаточно нет, чтобы я раскрылась как человек для тех мужчин, которые должны на меня посмотреть. У некоторых женщин, допустим, есть способность старших воспринимать хорошо. И иногда женщины через эту способность выходят замуж. За своего наставника, допустим, или еще как-то она любит наставления от мужчины слушать, мужчина думает, ох, хороший человек, будет меня всегда слушаться, беру замуж. И тут бац, отношения меняются резко, потому что это равные отношения. Девушка не будет слушаться тебя всю жизнь, замуж вышла, теперь будет командовать ходить. Почему? Потому что женщина воспринимает мужчину своего мужа как свою жизнь, свою судьбу. И что женщина должна делать с мужем? А? Вот это так мужчина думает, что она должна любить. А женщина как думает? Служить. Это вы теорию сейчас говорите или про жизнь говорите? А? Так вот, если уж говорить о долгии, то когда женщина видит своего близкого человека, мужчину, у ней в сердце возникает только одна идея. Надо, чтобы он у меня жил правильно. Вот эта идея у женщины возникает сразу, немедленно, как только она видит мужчину своим мужем. Говорит она ему об этом, не говорит, но она все равно будет мучиться, ее эта идея будет сильно мучить, и она будет тайно или явно ему говорит, слушай, ну вот этого нельзя делать, это неправильно, вот это можно, и вот это правильно. Так, женщина, или нет? И потом вы жалуетесь своим психологом, наставник, говорит, я что-то не могу, я постоянно ему делаю замечания. Так это и есть ваша природа. Это то, что надо делать, но с любовью, по-доброму, потому что нет равных отношений, равные отношения, это что значит? Это значит по-доброму. Некоторые женщины нет равных отношений, она делает позицию старшего и говорит, ты чем занимаешься мужу? он как бы он ее наставницей не принимал, он не ожидал такого, это уже развитая личность, может так сразу смиренно, ой, извини, своей жене так сказать, она на пьедестал зашла, вот, или как мы с женой говорим, зайти на стол, на стол, то есть встать, то есть она не ожидала.